Здравствуйте! С вами снова фото-журналист Владимир Ролов, автор курса «Уличный портрет» для Нью-Йоркского института фотографии. В настоящем дополнении к видеокурсу мы рассмотрим, как наиболее интересно снимать людей на улице с точки зрения освещения, по свету или же против света. Это, конечно, удобно для фотографа снимать по свету. Солнце не подсвечивает матрицу, компьютер камеры не сходит с ума, какую выдержку диафрагму ему выбрать. Красота? Одним словом. А кроме того, люди, ослепленные солнцем, и не замечают камеры, направленные на них. Цена, уплачиваемая за снимок, невысока. Но какова цена такого снимка? Чтобы принять какое-либо решение, чтобы хоть в чем-то разобраться, давайте сначала сравним, какие снимки по свету, какие против света, и решим, что же нам интереснее. Вот этот снимок сделан с освещением по свету. Что это значит? Это значит, что источник света либо находился у меня за спиной у фотографа, либо свет настолько диффузен, настолько он распространен ровно из-за, скажем, тумана или облачности по полю кадра, что у нас получается вот такой вот портрет, в котором мало теней, много светов или наоборот. Но, во всяком случае, он не очень хорошо прорисован с точки зрения световых контуров. А вот этот портрет, портрет этой женщины, он как раз очень хорошо выявляет структуру ее лица. Видите, как лучик справа обрисовал это лицо. Конечно, с точки зрения фотографии, с точки зрения фотографичности этот портрет интереснее. Этот портрет католического священника я сделал по свету, однако этот портрет я ему не подарил. И хотя внутреннее состояние батюшки вполне пиковое, но все же свет здесь настолько банален, что я, подумав-подумав, решил отказаться от того, чтобы подарить, ну и от того, чтобы вообще где-то показать. Поэтому портрет лежит у меня, а сейчас я его использую как пример для вас. Зато вот этот портрет Оли Куликовой, которая любезно разрешила мне использовать ее фотографии для данного курса, сделан против света. Вот видите, здесь свет находится приблизительно в трех четвертях спрятавшей за Олей. И только одна четверть высвечивает левую часть ее лица. И смотрите, как интересно свет вырисовывает структуру этого лица, конструкцию этого лица. И обратите внимание, как красиво с левой стороны высвечены волосы. В общем-то, когда мы делаем уличные портреты, мы стремимся именно к такому многообразному освещению лица. Тот же самый субъект, та же самая модель Оля Куликова, но снятая в прямом свете. То ли он рассеянный был, то ли он находился за фотографом, за мной. Но, конечно, разве можно сравнить два этих портрета? Вот смотрите, этот портрет, насколько он нам многообразен по освещенности. И этот портрет здесь, он, портрет я имею ввиду, ценен только тем, что это Оля Куликова, и она кем-то любима. И вот для этого человека этот портрет, конечно, является ценным. Этот снимок тоже был бы до конца хорош, если бы свет хоть чуть-чуть уходил в сторону, вот к нам, больше к нам. То есть, больше бы осветил он этого гренадера, этого гвардейца. Здесь мы видим освещенным только для него это правая щека, а для нас это левая щека. И этого маловато, потому что остальная форма лица, структура лица, она становится как-то плосковатой, потому что в остальной части, в большей части и свет такой рассеянный, диффузный, плоский, он не до конца показывает структуру лица, не до конца показывает, как это лицо скроено. Но вместе с тем, все равно этот портрет куда более многообразен по свету, чем портрет, предыдущий портрет Оли Куликовой. Здесь лицо плоское, а здесь оно все-таки становится более-менее объемным. Особый вид фотосъемки против света в лучах низкого солнца. Этот вид съемки против света стоит обособленно. Должен признаться, для меня это самый любимый вид съемки на улице. Если только есть такая возможность, я никогда не буду снимать по свету, и обязательно перейду так, чтобы солнышко находилось за тем человеком или теми людьми, которых я снимаю. Это вот выглядит примерно вот так. Это та же Оленька Куликова. Она нам еще пару портретов дала, мы сейчас их посмотрим. Вот этот портрет я сделал именно таким образом, когда Оля находилась, обратите внимание, на темном фоне. А вот солнышко высвечивало ей волосы сзади. Поскольку перед ней есть какой-то объект, который тоже достаточно светлый, он рефлектирует солнечные лучи ей на лицо, и в результате получается хорошо высвечено это лицо с одной стороны, а с другой стороны прекрасно высвечены волосы. Посмотрите, каждый волосок виден. Здесь нет так называемых световых пробоев. Вот еще один, назовем это групповой портрет, уличный портрет мамы и дочки. Они очень похожи друг на друга. Но мало этого, здесь так сошлось, что еще очень красивый контровой свет. Сзади них он делает эти фигуры как бы оторванными от заднего плана с одной стороны. Он их красиво обрисовывает, и у них на голове появляется то, что я называю ореол, и то, что мне очень и очень нравится. Но это личное мнение. Я рассказываю лишь о своих восприятиях этого света. Вот то же самое получилось и у Оли Куликовой, когда я ее снимал на фоне какой-то крепостной стены, и также точно через какое-то отверстие в этой стене свет проникал вовнутрь, и на сравнительно темном фоне получалась вот эта вот шапка светящихся волос, ореол волос. Я всегда, когда смотрю на эти волосы, на такие освещенные волосы, думаю, а может быть у Иисуса Христа и не было никакого нимба, но зато у него волосы вот таким вот образом высвечивались, что казались нимбом. Да, впрочем, это не важно. Да и не важно, это вообще важно, что это за человек был Иисус Христос, что он для нас сделал. Но идем дальше. Вот еще один вариант. Обратите внимание. Контровое освещение сзади очень хорошо работает тогда, когда задний фон, задний план темнее, чем передний. А передним планом или средним планом здесь является именно вот эта вот шапка светящихся волос. Именно на заднем плане, темном плане хорошо прорабатываются эти вещи. Поэтому надо стремиться каким-то образом, если вы делаете такие портреты, надо стремиться делать их на темном фоне. Здесь те, кто прослушал курс «Уличный портрет», сразу распознают портрет, уличный портрет с активным задним планом. Видите, здесь он активен за счет того, что здесь появился еще один участник этой фотографии, а именно солнышко. И здесь оно присутствует и создает определенное настроение. В этом смысле даже затемненное лицо Оли Куликовой совершенно не влияет на восприятие этого снимка. Может даже наоборот плюс делает. Посмотрите, у нее опять нимб над головой. Встречный свет не обязательно делает ни бы волос и не обязательно к этому стремиться, но он всегда дает абриз, то есть, или абриз, как хотите. То есть форму того предмета, который этот свет высвечивает. В данном случае этот предмет Оли Куликова. Давайте мы посмотрим, какие же выводы можно сделать из того, что мы сейчас посмотрели. Наиболее распространенной является съемка по свету. А почему? Да потому что, когда мы выходим на съемку, мы очень ограничены в выборе точки съемки. Если только мы можем снимать с одного определенного места, не факт, что мы будем снимать против солнца. И даже по практике чаще всего получается, что солнышко-то находится за нами. Чаще всего это вынужденная точка съемки. При возможности опытные фотографы выбирают точку съемки при источнике света на три четверти за объектом. Помните, это когда часть светового пятна ложилась на лицо, на щеку, и очень красиво прорисовывала форму лица. Вот это и имеется в виду три четверти за объектом. Чтобы его лучи могли эффективно вырисовать форму. Контражур. Слово живет, наверное, так долго, как долго живет фотография. И каждый фотограф стремится хотя бы раз поработать с контражуром. И как только ему это удается, он намертво влюбляется в такой тип освещения. Вот контражур. Это снимок такой, где объект находится перед объективом, а солнышко за объектом и высвечивает его форму. С контражуром, да, не все просто. Вот лишь некоторые трудные моменты, с которыми мы сталкиваемся, когда занимаемся съемкой в лучах солнышка. Нельзя полагаться на автоматику камеры. Врет безбожно, замеряет, что хочет, и никогда не знаешь, сделано ли это правильно или нет. А каждый раз смотреть, что сфотографировал на мониторе, да его просто не бывает времени. И ты можешь пропустить хорошую фотографию, пока рассматриваешь плохую на мониторе. Здесь надо что-то предпринять. Об этом мы чуть попозже поговорим. Нельзя доверять автоматике баланса белого. Ну, кто немножечко в фотографии знает, что чтобы получить нативные, естественные цвета с нашей матрицы, для этого надо выставлять баланс белого. Это математическая штука. Не будем даже вдаваться пока в это дело. Просто будем знать, что чтобы получить хорошие цвета, нам надо обязательно выверять баланс белого. У кого-то он стоит автоматически, но вот когда снимаешь против света, можно забыть. Он врет. Не всякий раз ясен приоритет экспозиции. Ну, действительно, то ли нам по волосам выставлять экспозицию, то ли по тени. В общем, здесь всегда возникает какой-то вопрос, который всякий раз приходится решать самому. Проблематично избежать рефлексов от стекол объектива в прямом солнце. О, это происходит довольно часто. Причем, тем чаще, чем меньше фокус объектива. Скажем, в широкоугольном объективе это почти всякий раз, а вот в длиннофокусном объективе это не всякий раз. Тем более, что у длиннофокусных объективов очень хорошие бленды. Они позволяют от этих паразитических цветов избавиться. А вообще, это не что иное, как такие, знаете, круги по снимку разноцветные, которые выстраиваются в какую-то линию, чаще всего диагональную. Вот они могут убить любой кадр. Если не учесть эти обстоятельства, да, результат может быть плачевным. Давайте мы посмотрим, что же можно сделать. Позвольте мне дать вам несколько практических напоминаний по теме. Я хочу уточнить, то, что я вам сейчас рассказываю, не является большим фотографическим открытием. Это всего лишь напоминание того, как люди поступают, как я сам поступаю, в случае, когда мне приходится снимать против солнца, и особенно в лучах заходящего солнца. Вот смотрите, здесь, прежде чем вы снимать, пойдете, выставьте, пожалуйста, экспозицию на минус один. Это позволяет вам получить снимки, у которых света будут наполнены информацией. И тогда, когда вы будете обрабатывать в раве, у вас будет то в этих светах, что все-таки можно поднять и уже показать в структуре, в деталях. Если только снимок будет пересвечен, то есть на нуле или даже на плюс один кто-то делает, тогда мы уже многого не поднимем. То есть здесь надо заранее позаботиться, чтобы белые места, светлые места в снимке, все эти были менее засвечены. Ну и, конечно, надо отказаться от автоматики баланса белого и вручную поставить съемка в тени или символ тучки. У разных камер по-разному выставляется вот это ВБ, то есть автоматика баланса белого, вернее, сам баланс белого. И вот здесь, в том или ином месте, он обязательно в любой камере находится, его надо найти, его надо задействовать и в нем убрать автоматическую установку баланса белого и поставить символ тучка. Вот это будет означать съемка в тени, ведь у вас лицо-то в тени. Установите точечный замер экспозиции и при съемке наводите индикатор замера на лицо. Я написал не на волосы, но это для меня лично. А вы вдруг захотите акцент сделать на волосах, поэтому, пожалуйста, делайте на волосах. Я для себя написал не на волосы. Я, конечно, замеряю лицо, а волосы потом дотягиваю в графическом редакторе, чтобы все было просматриваемо. Википедия также высказалась по нашей теме. Там написано, «Одной из основных рекомендаций к фотографам-любителям является именно воздержание от съемки объекта, стоящего перед светящим на него солнцем. Если воспользоваться этой рекомендацией, то мне необходимо эту передачу для вас уже заканчивать. Вместе с тем я все-таки отважусь и продолжу дальше». Давайте мы посмотрим еще несколько приемов, чтобы правильно, корректно обойтись с контр-ажурными снимками. Я не хочу сказать, что это что-то новое в фотографии. Я просто хотел бы напомнить, какие инструменты, какой инструментарий существует у нас для того, чтобы корректно обойтись со снимками, сделанными в контр-ажурной манере, в солнечных лучах. На этих трех снимках вы видите Олю Куликова. Она любезно согласилась с тем, чтобы я поиздевался немножко над ее лицом. Те, кто выслушал, уже прослушал курс по уличному портрету, имеют представление о фазах и пиках события. Если только вы этими знаниями не располагаете, к сожалению, я вам много здесь объяснить не смогу, придется вам на веру принять. Вот здесь, из этих трех снимков, мы уже имея в виду ту методу, которая была рассказана, мы выбираем здесь пиковое состояние Оленки Куликовой. Скорее всего, это будет вот этот средний снимок. Давайте сравним вот этот верхний. Спокойное, радостное такое состояние. Нижний снимок. Даже немножко задумчивое такое состояние. Но зато вот этот вот искрящийся снимок. Вот это состояние Оли, мне кажется, из этих трех снимков пиковым. Поэтому я на нем и останавливаюсь. Что я делаю в первую очередь? Разумеется, я подрезаю. Мне так снимок не нравится. Вот так вот мне нравится. Слишком много воздуха над головой. Можно дискутировать, можно нет на этот счет. Но мне снимок кажется вот таким вот образом хорошим. Так, хорошо. Значит, теперь мы с вами должны определиться вот с чем. Я беру вот эту функцию. Посмотрите справа, видите, где стрелка. Здесь стоит удалить хроматическую аберрацию. Мы улучшаем цвет снимка. Извините, цвет снимка. Так, это мы сделали. Теперь мы возвращаемся обратно. И мы с вами теперь попытаемся этот снимок немножко усовершенствовать при помощи автокорректуры. Причем мы совершенно не уверены, действительно ли это нам поможет. Мы просто решили попробовать. Да, помогло, да не очень. Посмотрите, здесь такой пересвет на лице идет. Так что же делать? Ну, давайте уменьшим экспозицию. Оставим. Но мне вот не нравится. Вот так вот мы оставим. Но мне не нравится. Смотрите, вот здесь вот видите белые пробои Оли на шее, на плечах. Где я уже не вижу никакой структуры, никакой структуры кожи. Ничего не видно. Просто белое пятно. Но мне это не нравится. Мне так же не нравится, что вот здесь вот на волосах слишком светло все это. Мне не нравится. Я попытаюсь это убрать. Для этой цели у меня есть такая функция под названием света. Да, вот со светами я сейчас буду играть. Смотрите, я их умоляю, умоляю, умоляю. И у нас здесь появилась наконец структура кожи. Пусть она не резкая, но она появилась. Я здесь вижу, что она уже есть. Вот таким вот образом я привел в состояние более-менее гармоничное светла и тени этого портрета. Хорошо. Что же у нас еще здесь? Я бы еще решился, скажем, поиграть немножечко с контрастом. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот таким вот образом. Да. Да, очень хорошо. Но я перебрал. Пусть это вот так вот будет. Пусть это будет такой мяканький, хороший портрет. Хорошо. Что я делаю теперь? Теперь, естественно, этот снимок еще не готов. Он не готов, потому что его надо ретушировать. Но здесь ретушь менее успешна, чем в самой программе Photoshop. В данном случае в этом графическом редакторе. Поэтому я этот снимок запомню. И потом уже буду убирать все эти мелочи на Оленом лице. С тем, чтобы ей наконец когда-то этот портрет понравился. Вот посмотрите, пожалуйста, итоговый портрет Оли Куликовой, который я немножко еще поретушировал и чуть-чуть прибрал в остальных маленьких деталях. А я с вами прощаюсь до следующего раза, до следующего видеофильма, который будет посвящен очень-очень важной теме, а именно выбору места съемки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Спасибо!